Доброе утро! И пожалуйста, в преддверии всех влюбленных, естественно, конечно же у нас самые красивые девушки в студии, вот расскажите, что же нас ожидает в этом уикенде, потому что день влюбленных, это вы сами знаете, а вы ее не знаете, пожалуйста, осветите нам немножко, так сказать, культурный проспект. В эти выходные ожидается очень много событий, открывается сразу несколько выставок, проходят маркеты подарков ко дню всех влюбленных и необычный фестиваль еды. Вот про еду я хотел бы все-таки уточнить, что же за фестиваль еды. А об этом позже. А, я думал, кто не доел. Кто? Давайте сначала. Если осталось, да, то доедай. Пожалуйста. Самое интересное, 10 февраля на Семиди-Арт-музее работает выставка легендарного календаря Пирелли. В этот раз в фотографии денис-венитого календаря были созданы фотообразом Леони Лейбовиц, который уже работал в календаре в 2000 году. Правда, любителей глянцевых обнаженных девиц идет разочарование небольшое. Так как в этом году Лейбовица ушла от стоявшегося шаблона гламурных девиц и создала галерею портретов выдающихся женщин нашего времени. Героинями проекта стали топ-модель Наталья Водянова, танисистка Сирена Уильямс, музыкант Йока Оона и многие другие выдающиеся женщины личности. Во всяком случае, мы видим, что цена билета не очень, собственно, дорогая. Сходить сюда можно, она доступная и все жители из столицы и Подмосковья могут это мероприятие посетить. Да, 250 рублей. Будьте любезны, выложите и вот вам, пожалуйста, глянцевый журнал. А вот Ольга нам хотела еще ответить, из мира кино что-то произошло. Да, на этой неделе в российский прокат для всех поклонников комиксов Marvel вышел, наконец-то, Дэдпул. А в основе сюжета история об убийце, который в ходе военного эксперимента приобрел супер-уникальные способности. Кстати, супер-герой играет Райан Рэнгельс, который приезжал в Москву, оценил нашу царь-пуску, прогулялся, лично представил фильм и так его оценивали. Ну, мне кажется, если он приехал и лично оценил царь-пуску, то, естественно, после этого нужно, да, но слава богу, что у нас есть чувство юмора. Да, на этой неделе, 12 февраля, в музее Москвы открывается выставка театра марионеток Рюзо Габриадзе. Райка свечу на 50-летие бюзинского художника, кинорежиссера, кинорежиссера, писателя, известного нам по сценариям фильмов Номино, Синдзадзан и Негорюль. Самые любимые фильмы, самые любимые, поэтому мы здесь ждем, естественно, шедевры, естественно, мы ждем самую потрясающую выставку, да. Также в экспозиции выставки более 600 графических и живописных работ, представленных в виде проекции, как раз эти фрагменты кинофильмов и литературных произведений мастера. Также можно увидеть более 200 кукол, созданных по эскизам художника. По вечерам на выставке можно посмотреть спектакли и днем будут показывать фильмы, вот наши любимые фильмы, которые мы все знаем, сценаристом которых был Рюзо Габриадзе. На спектакль, на выставку от 2,5 тысяч рублей. Вот какие спектакли? А какие спектакли будут такие? А спектакли будут идти в Сталинград, Осень моей весны, Рамона и многие другие, то есть там большой перечень спектаклев, есть с чего выбрать. Слушайте, ну я просто потрясен, ведь оказывается можно не только, да, да, оказывается можно не только на лыжах кататься со своей подругой, но еще и, пожалуйста, будьте любезны. Ну и ко Дню Святого, правильно Дарья замечает, пора бы перейти. Да, в этот икент несколько вариантов, например, в данном флаконе пройдет лав-маркет аксессуаров и подарков для любимых. На лав-маркет он может будет найти примеры шуфы, украшения из серебра, необычные лимфинки и также зимняя коллекция одежды. Вот, вот, многих сейчас заинтересовала коллекция со скидками, ладно там, как говорится, скидочки, да, 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 все, есть зачем идти, пожалуйста. Ну да, на тех, кто придет просто развлечься, не за покупками, можно будет полакомиться стритфудом, посетить мастер-классы и послушать выступления популярных бюджетов. Наконец-то, наконец-то. Также можно будет еще на маркете бесплатно сделать макияж-прическу и принять участие в розыгрыше призов. Камеры для айфон, книги рецептов, коробки шкалада. Вот с этого надо было начинать. Говорит, дорогая, хочешь сделать бесплатную прическу? Хочу, поехали. Макияж еще? Макияж, да, да, да. Бесплатный подарок. Да, да, да. Либо он может ей не говорить, что это бесплатно, он говорит, представляешь, что я здесь все не сделаю? И она все это сделала, да, 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 да. Вот видите, как легко сегодня поднести вход свободный. Да. Но он зато свободный. Ну да ладно, едем далее. Итак, День Святого Валентина у нас в парках Москвы. Еще один, да. Вариант празднования Дня Любви в парке Москвы, где пройдут тематические экскурсии, квесты для парк, концертов и розыгрышей призов. Ну, это практически будет в каждом парке какая-то своя программа. А самое интересное, вот в музее парка Горького откроется выставка для влюбленных. Это работы, сделанные в парке, фотографии, сделанные в парке каких-то пар, да, разных лет. А также в парке Горького пройдет квест «Любовный лабиринт», за победу в котором подарят сову интеллектуального клуба «Что, где, когда» и билеты на каток. А в Сокольников установят арт-объект из роз в виде сердца и разыграют путешествие на двоих. Куда только везде. Да, да, в колоннах. А вот смотрите, мне вы говорите, сову за интеллектуальный лабиринт, да, и таким парам кто выиграет. А кто не выиграет? Разводитесь. Ну ладно, шутки с шутками, вот у нас есть фест вьетнамской еды. Здесь мы что можем узнать об этой истории? Да, в этот икенд также пройдет необычный фестиваль, 13 февраля, фестиваль вьетнамской уличной еды. Там будет очень много, да, интересного. Организаторы обещают создать атмосферу вьетнамской улицы, и фрукты, и тропические деревья, мопеды, вьетнамские музыканты и рынок. То есть прямо в Вьетнаме можно будет оказаться. На секундочку, будьте любезны. Попробовать сэндвичи, вьетнамские барбеки, в принципе, в чемпионате поедания в Чили, чайной церемонии, и даже выиграть призы. Это вся история тоже, она платная или бесплатная, чтобы сейчас выиграть? Вход свободный, это пройдет в кафе вьетнамской кухне Лау Ли кафе на Новослободской. Интересно будет посмотреть, как в такую погоду будут проходить, как барбеки. Я думаю, что как раз в 14-10 летель. Ну, значит, во Вьетнаме будет снег. И все будут, самое главное, что находиться и в этом теплом заведении. Ну, вот здесь у нас оказывается, что Московский театр, коронавирусского балета, вдруг что-то поставил. Вот расскажите нам, поставим спектакль в Московский театр. И где это, да? В риелке в 14-10 летеля мы находимся на один из самых летных балетов в Жен-Ве. В основе композитора... В основе спектакля? Да, интересная история, о которой композитор Атаниматова. Знаем. История о девушке, которая погибает из-за обмана своего любимого. Мы так это с улыбкой сказали, погибает из-за... Она после смерти даже пытается его спасти. На секундочку. И погибает. Такая любовь. А вы, да, могли бы так любить? Кто-то задал сегодня этот вопрос, но ответим на него после акции Ван Гога на Лабутенах. Все-таки еще продолжается? Да, но она не то, что продолжается, она как раз-таки состоится в этот уикенд. Только на этот день. Они очень много говорили, да, вот акция... Вот, хит и так далее, но ее как раз приурочили к 14 февраля. К закрытию выставки, да, пройдет и дошумевшая акция на выставку Ван Гога на Лабутенах по мотивам ролика известного, да, Ленинграда. Ну и еще. По условиям акции, все девушки на шпильках высотой от 10 сантиметров смогут прийти бесплатно. И также все Сереги по паспорту могут пойти в связь с путницей со скидкой 50%. Серега. То есть Серега плюс девушка на Лабутенах, вот на такой... А вы знаете, ведь можно и перепутать, не всегда ведь эта девушка на Лабутенах. Но да ладно, да ладно, да, сегодня же все стало демократичней. Вот у нас здесь что-то... А, у нас же что-то есть еще и мультимедийная выставка. А это мультимедийная выставка Ван Гога, да. А, мультимедийная выставка Ван Гога, жившие полотна, проходит в Москве с 15 октября в основе экспозиции, проекции самых известных работ голландского художника. И 14 февраля как раз-таки на эту выставку можно прийти в последний раз. Она закрывается. Для всех бескаблучных остальных цена билета от 400 рублей. Можно без Лабутенов прийти. Для всех бескаблучных. Ну и вообще можно прийти не на Лабутенах, а просто на каблуках, да, как уже сказала Мария, 10 сантиметров, шпильки, наверное, найдутся у каждой девушки. И Серегу не забудьте. Да, возьмите с собой Серегу. И вдруг Серега тоже найдется. Дорогие друзья, резюмируя эти замечательные события, нам есть что посмотреть, а самое главное, действительно, вы не останетесь в этот раз одиноки. И почти из 40% вход где-то бесплатный, какие-то бесплатные акции, что всегда радует публику. Ну и, соответственно, девушки, спасибо вам за то, что вы нам открыли глаза. Спасибо. А с вами были культурные обозреватели Риама, Ольга Швенг и Мария Дарча. Более подробные версии афиши, а также другие актуальные новости Москвы и Подмосковья читайте на сайте riaama.ru. Ура! Сидите дома, следите за жизнью. Спасибо большое, спасибо, девчонки. Спасибо, Риама. С праздником. Спасибо.